С кем воевать будем? Если будем. Смотрите, сейчас идёт большая борьба за шестой технологический уклад. В этом укладе желающих много в нём отметиться, а позиций гораздо меньше, на которых можно отметиться. Соответственно, идёт сильнейшая конкуренция. На первую позицию конкурентов нет, это США. Хотя и у России, и у Китая есть отдельная претензия, по крайней мере, на кусочки этой позиции, но здесь особой борьбы всерьёз не будет. А вот на вторую позицию претенденты Китай, Европейский Союз, в известной мере Корея, или, скажем по-другому, восточный бюджет, куда входит и Корея, и ряд других стран. Опять же, Россия с какого-то боку. А в каких-то версиях могут быть ещё некоторые страны, типа условный Иран, например, в союзе с Россией. И это зона, где конкурентность чрезвычайно высока. Соответственно, понятно, что любой из указанных выше конкурентов может быть причиной войны. Но есть и другая ситуация. Она гораздо проще, гораздо ближе к классической модели Маркса и гораздо хуже. В мире идёт уже где-то лет 15, а может и больше, падение производительности капитала, вызванное очевидными причинами, которыми, сейчас, лениво даже пересказывается. Понятно, что если у нас начинает падать справедливость капитала, у нас начинают возникать огромные риски экономической стагнации. Чего не выдержит ни один современный режим. Как вы знаете, война, как и высокотехнологичная деструкция экономики, является одним из патентованных способов выйти из кризиса капитала. И вот тогда, заметьте, совершенно неважно, кто с кем, лишь бы силы были примерно равны, и они могли хорошо уничтожать мир. Вот в Первую мировую войну, вы знаете, что воевали Антанто с Трочным союзом, то есть Россия, Великобритания, Франция, там плюс мелочи по Сербии и Бельгии, против Германии, Австро-Венгрии и потом Турции и Болгарии. Но если вспомнить и Швейка, то Швейк описывает совершенно другую возможную конфигурацию войны. Типа, все это сделали турки в Сараево, поэтому мы будем с ними воевать, при этом нам, конечно, поможет Россия, но за турок может вступиться Германия. Самое интересное, что когда мы проводили большую стратегическую игру, Алексей Федорович Степанов проводил знания вариактов в 14-м году, к столетию войны, у нас чуть-чуть не сложилась по ходу игры, реальной игры с реальными интересантами, чуть-чуть не сложилась швейкская конфигурация. И к концу дипломатического периода игры, то есть до 1-го века 10-го, выяснилось простая вещь, все хотят воевать. А в какой конфигурации? Это вопрос довольно случайный, потому что для деструкции экономики совершенно не важно, кто воюет, и кто выиграет, и кто проиграет. Важно, чтобы было уничтожено как можно больше материальных ценностей, а в общем и людей желательно тоже. Почему людей тоже? Понятно, надо создать напряжение, рамки рабочей силы. Поэтому вот в этом варианте, ну что проще всего? Проще всего Россия с Западом. Такое хорошее, правильное, естественное, давным-давно известное решение. Я думаю, что и на него и ставят. Счетом того, например, через всю Прибалтику строятся стратегические дороги по путям групп Готта и Гепнера в 41-м году, и строят их на европейские деньги, я начинаю думать, что дороги должны достроиться в 24-м, 25-м. И, в общем, вполне можно себе представить, когда, с точки зрения ЕС, должна начаться эта самая война. При этом, опять же, замечу, ничего личного. Чистый экономический конфликт. И еще, наверное, последний вопрос. Больше не будем вас отвлекать. Вначале вы сказали, что у президента и правительства скоро кончится, лопнет терпение. По вашим прогнозам, когда? Вы же прогнозист. Спрогнозируйте, когда терпение лопнет. Знаете, самое интересное, что я понимаю, это, знаете, да, старая известная шутка. Студенты, вам что, вопрос непонятен? Нет, вопрос мне понятен, мне непонятен ответ. Тонко здесь в следующем. По всем прогностическим расчетам, которые делала наша группа, совершенно независимо от 4 или 5 других групп, терпение, как у правительства такого населения, должно было закончиться в ноябре 2018 года. Точнее, между октябрем и первыми числами декабря. В среднем в ноябре. И, в общем, никаких сомнений в этом прогнозе не было. В том числе и у тех, кто пользовался в прогнозах о инсайдовской информации, то есть представлениями о настроениях, те, какие есть. И вот ничего не произошло. Ситуация застыла, она метастабильна. Почему? Вот этот вопрос и является самым неясным. Почему ситуация застыла и зависла в ситуации, где социальное напряжение продолжает расти, военные риски продолжают возрастать, при этом, в общем, почти ничего не делается? Не в плане, что люди не работают. Работа идет колоссальная. Задействованы все, кого только можно. Я и сам могу сказать, что никогда еще мы не оказывали в ситуации такого количества срочных вопросов, которые надо решать буквально прямо здесь и сейчас. Вот эта деятельность идет в каком-то таком подводном слое айсберга, а наверху тише да гладь до божьей благодати выигрыши в хоккей у США. Это совершенно ненормальная ситуация. Либо есть какой-то фактор, которого мы не знаем, а который потом придется рассматривать как что-то пересматривающее базовое положение прогностики. Либо мы попали в ситуацию достаточно неприятную. Как любил уговорить один из моих любимых гроссмейцев в Зигбертарше, где не найти ходов хороших, всегда находится плохой. И где ты понимаешь, что ни один ход не является решением ситуации, часто возникает желание не делать ничего, вдруг как-то само рассосется. В любом случае, поскольку ситуация находится именно метастабильной, любой камешек может ее сдвинуться, это вот тот случай, где ничего предсказать нельзя. Может быть, завтра. А может, мы в этом состоянии продержимся еще годик. Но, как всегда, правило стандартное. Чем дольше будет это состояние накапливаться, тем сильнее будет прорыв, когда он все-таки неизбежно произойдет. Впрочем, с другой стороны, крайне высокие внешние риски, риски войны, в некотором плане могут проблему, если не решить, то отодвинуть. Сами понимаете, в случае высокого риска реальной горячей войны базовая задача является уже не столько прогноз, сколько стратегия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова